здравствуйте приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим о томатах о томатах в июле что с ними необходимо сделать я думаю что у вас уже хорошие кусты как на улице так и в теплице вот как у меня например и мы как бы уже не знают что тут делать с нашими томатами ну первое что необходимо помнить что томаты в июле месяце они очень уже хорошо завязывают плоды плоды нарастают раз нарастают плоды нас растения нуждаются в подкормках растения нуждаются в подкормках поэтому будем кормить даже зеленая бродиловка плюс зола сделают чудеса с вашими томатами когда вы подкормите сейчас томаты значит они дадут хорошие крупные плоды на тошном пайке они таких плодов не дадут ну эффект конечно всех ваших подкормок будет гораздо гораздо больше если ваши томаты добавить в этот раствор который будет кормить томаты растим овощи про цветок добавляем вот этой чудо-бутылочки 100 миллилитров добавили и подкормка будет очень действенно помогать вашим томатам ну добились томаты будут расти ну следующее то еще необходимо помнить нас мы еще будем продолжать формировать плоды ну точнее плоды и плодовые победы значит сейчас уже как бы томаты уже завязались мы можем пускать второй побег и третий побег если кусты не очень можно развиты уже куст формировать три побега в три стебля это уже спокойно можно делать но прищипывать еще наши томаты рано эту работу необходимо делать в августе месяце не раньше числа 20 25 августа тогда только можно прищипывать наши томаты сейчас у нас еще времени достаточно чтобы все плоды выросли наших растениях ну разобрались мы с формированием разобрались подкормкой вы теперь самое интересное что начинается июль месяц вторая половина начинаются колебания дневной и ночной температуры вот а это что россы сумму упадают это очень хороший фон для развития болезни на наших томатах ну томаты постерегают как бы несколько болезней но самое опасное не сами знаете это фитофтора она особенно подвергает повергает наши томаты заболеваниям в открытом грунте на томатах появляются черные черные пятна на стеблях на листьях по краю листья начинают желтеть желтеют листья и даже скручиваться начинают это фитофтора и что ей способствует значит влажность и температуры 22-25 градусов поэтому она больше свирепствует в открытом грунте чем мы будем защищаться от фитофтора в открытом грунте правильно на ночь мы будем укрывать наши посадки тем же даже спонбондом покрыть посадки уже фитофтора будет гораздо гораздо меньше теплица что мы сделаем чтобы фитофтора не попала на наши растения это закрываем двери закрываем двери форточки чтобы наши томаты были в сухости следующее болезнь чтобы наши томаты может повреждать повреждать но это больше в закрытом грунте вершинная гниль плодов а когда она бывает вершинная гниль плодов это когда низкая влажность в теплице и редкие поливы появляется вершинная гниль ну вершинная гниль к чему и что приводит сухая почва и растения не могут взять кальций поэтому как бы эти две вещи взаимосвязаны недостаток лаги и растения не могут усвоить кальций что сделаем очень просто мы спасем наши томаты при вершинной гнили кальциевая селитра столовая ложка на ведро воды полили под корень все прекрасно есть время и возможность можно этим же раствором опрыскать и по листьям болезни буквально через неделю не останется и следа мы не забываем про поливы потому что не будем поливать болезнь вернется в закрытом грунте может быть еще такая напасть это сам как лады клядос париоз клядос париоз значит что покрутятся листья ну клядос париоз в отличие цветов туры которые по краям а вот как они отличаются в клядос париозе желтые пятна появятся по всему листу желтые точки сразу они начинают как бы крошить эти точки и потом постепенно весь лист может пожелтеть пожелтел лист это клядос париоз что он сделает листья начинают скручиваться резко подать ну и соответственно рост растений сразу же прекращается ну как с ним бороться и способы борьбы тоже очень-очень простые с клядос париозом вот надо опрыскивать растения но поскольку у вас растут уже плоды знать вы не можете использовать химию потому что уже зреют плоды даже менять в принципе потом посмотрите уже зрело плоды висят химию мы не используем для этого мы можем использовать молочные кислые бактерии как мы будем использовать это молоко это кефир это сыровать сыворотка вот эти самые вещи мы будем добавлять наши растворы только помните что добавка молочных кислых бактерий должна быть не более чем 3 литра на 10 литров если мы сделаем более повышенную концентрацию мы просто получим ожоги у наших растений вот помним об этом обрабатываем эти молочные кислые бактерии к буду защищать наши растения далее что очень действенное конечно помогает это то что все никого и болезни не любишь шелочной реакции среды поэтому такую сложную реакцию можно создать от наших томатов что такое самое безвредное это 50 грамм пищевой соды или 30 грамм кальцинированной соды ну конечно мы будем использовать пищевую соду растворили и обильно обильно опрыснули наши и растения и плоды это совершенно безвредно сода потом смывается но бактерии грибы погибают не живут на наших растениях конечно еще более просто в использовании и очень эффективно это щеная палочка профит щеная палочка профит развели и опрыскиваем наши растения это защита очень хорошая для наших томатов они будут здоровыми и не будут заболевать но не забывайте что все средства которые он назвал для опрыскиваемых томатов это все средства естественного происхождения и срок защитных действий составляет одна неделя поэтому через неделю обработку надо подкормить конечно кому-то покажется это трудно трудноватым что через неделю надо обработки повторять но это же экологически чистый урожай это ваше здоровье и соответственно мы продлеваем но период подоношения наших растений поэтому не поленитесь через неделю обрабатываете за то что на ваших теплицах не будет этих болезней которые я вам назвал а также целого рада рада других так что уделите внимание вашим томатам а если понравилось ставьте лайки подписывайтесь на наш канал про цветок заходите в наши магазины и вам хороших урожаев до самой поздней осени на ваших томатах до свидания